Привет, друг! Сейчас мы приготовим восточное блюдо под названием Аджаб Сандал, Аджаб Сандали. А в Турции оно вообще называется Имам Байалды, что переводится как Имам упал в обморок. Посмотрим, от чего же падают в обморок имамы. У меня есть пара баклажанов, у меня есть свежие помидоры, у меня есть сладкий перец, у меня есть острый перец, чеснок, обязательно лук, кинза, базилик и немного растительного масла. Первонаперво, мне нужно это все порезать. Для начала режем баклажаны. Можно их вначале почистить, можно их не чистить. Режем у них кубиками. Примерно вот такого размера. В последние годы можно встретить Аджаб Сандал с добавлением картошки. Это не типичный корнеплод для данного региона, поэтому он появился только в советские времена. Добавлять, на мой взгляд, не обязательно. В баклажанах много с лишней влаги. Что мы делаем, чтобы от нее избавиться? Мы берем миску и весьма обидно солим баклажаны. Размешиваем и отставляем на какое-то время. Лишнюю соль мы потом смоем. А Аджаб Сандал это как холодная, так и горячая закуска, которая в принципе может отличаться по компонентам. Кроме уже нацеланного картофеля, сюда может входить зеленая фасоль, прочие сезонные овощи. Ну а также острый перец здесь абсолютно необязателен. Что мы делаем дальше? Мы занимаемся луком. Лук можно нарезать как мелко, так и полукольцами. Перец мы режем такими полосками короткими. Но опять же таки, блюдо по консистенции своей очень сильно похоже на соте. И поэтому вы можете порезать так, как кажется правильным именно вам. В кинзе мы добавляем только листики этого базилика. Он же реган, он же райхон. Потому что стебли слишком жесткие. Режем мелко, но не в трубу. Примерно вот так вот. Дальше режем чеснок. И опять же таки, можно проявить свою фантазию. Но лучше поменьше. По поводу острого перца. Если вы боитесь его остроты, вы можете использовать не весь перец, а только его половинку. Но я, например, люблю острое. Для меня главное будет очистить от семечек. От семечек и всех перегородок. Смотрите, сколько влаги выделено из баклажанов. Смотрите, сколько влаги выделено из баклажанов. Сейчас я их хорошенько промою. И отправлю на разогретую печь с небольшим количеством растительного масла. Учтите, баклажаны могут впитать в себя очень много растительного масла, любого жира. Поэтому слишком много нерей. Сковорода все равно будет оставаться сухой. Пока жарятся баклажаны, я займусь помидорами. Иногда их чистят, иногда их не чистят. Я считаю, что это простое сельское блюдо, которым кожа абсолютно не повредит. Опять же, режем вот такие вот не очень мелкие, но и очень крупные кусочки. Между тем, баклажаны готовы. Можно их запирать с огня. Сковорода нам еще пригодится. Баклажаны можно подкинуть на дрожжлаг, чтобы они отдали весь лишний жир, который успели впитать. На сковороду мы опять льем растительное масло. Смотрите, у меня носик, с помощью которого я могу налить очень мало масла. И в это масло мы отправляем мук, который нужно довести до холодильности. Вы спросите меня, как же так? Кавказское блюдо, в котором не добавили множество-множество специй. Отвечу. В принципе, сюда добавляют Мериденский шафран, Уцхо-сунели, Хмели-сунели, Молотый кориандр. Но, зачем? Если мы добавили сейчас Базилик И кориандр свежий Кинзу. Между тем, настало время перца. Какой перец стал помягче, пора добавлять помидоры. В некоторых регионах в Аджапсандрох добавляют морковь. Мне кажется, она здесь слишняя. А еще, Учтите, что это как горячая, так и холодная закуска. И мне даже кажется, что в холодном виде она становится вкуснее. Ее можно прекрасно взять с собой на работу, например, с куриной грудкой. Сейчас я приготовил три порции. Для трех порций я взял 450 грамм помидоров, 350 грамм баклажанов, 150 грамм сладкого перца, 150 грамм лука, 3 зубчика чеснока, пучок кинзы, и один пучок базилика. На приготовление у меня ушло порядка 10-15 грамм оливкового масла. В результате у меня получается, что калорийность одной порции составит 170-175 килокалорий. Плюс куриная грудка, полноценный обед. Томаты сильно измельчились. И теперь время добавить чеснок и зелень. Даже ту зелень, которая фиолетовая. Добавляем баклажаны. Напоследок размешиваем. Снимаем с огня. Слив перекладываем в посуду, которую можно убрать в полотное место. Накрываю, даю ее остыть. И сажусь ужинать. Ну что ж, вот оно и остыло. Ставим пальцы вверх. Не забываем подписываться. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok